У нас очень много чего сделали, отреставрировали. Любим свой язык, поэтому на нем и пишем. Бегаем, ходим, просим, требуем. Раньше в Вулкане, что приехать, это было катастрофой. Субтитры создавал DimaTorzok в 1929 году, в период Тарист. В период Тарист, в период Тарист, номер Тару, Николая, был потерплен в Плаке. Вулкане 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 Пусть 1812% в оборудовании Субтитры создавал Димон Вулкане Вулканест OMT Вы говорите на гагаузском языке? Говорю. Чуть-чуть говорю, да. Это мой родной язык, но детей я отдала в Молдавский лицей. По поводу гагаузского языка, внедрения в школу, в Молдавский лицей, я бы не отказалась. Я бы хотела, чтобы мои дети знали родной язык. У нас в городе всего лишь один Молдавский лицей, но я думаю, учитывая, что в этом году был большой наплыв, но, скорее всего, возможно, либо его будут расширять, либо будут увеличивать количество школ. Как, на ваш взгляд, изменилось количество гагаузского языка в городе? Ну, молодежь, как я поняла, потому что в семье мы больше всего говорим с детьми на русском. И наши дети уже выросли, уже их дети растут. Получается, что все говорят на русском. Такое ощущение, что наш гагаузский язык остается в судье. В этом году в 2018 году Я всегда играл раньше только народную музыку, учился в университете на народную музыку тоже Я познакомился с ребятами, они всегда играли роки как-то Когда пандемия началась, нигде нельзя было играть Мы собирались у меня дома в гараже, пробовали симбиоз такой сделать Песни, которые вы исполняете, они каверы, либо это песни написаны вами? Мы в самом начале начали делать кавера на гагаузские народные песни А потом уже начали писать свои Любим свой язык, поэтому на нем и пишем Вообще достаточно непросто было нашу музыку немножко приобщить к нашему народу Потому что у нас больше все-таки любят народную чистую музыку Как вы можете двигать молодежи, вы еще приобщите гагаузскую, например, гагаузскую традицию? Конечно, потому что на сегодняшний день, даже если взять какие-то социальные сети, тот же ТикТок, там у нас очень много молодежи, поэтому всякая гагаузская музыка снимает видео Это очень хорошо, что дети приобщаются к музыке Когда они уже работают какие-то технические возможности играть, собираем их коллективы Эта социализация очень хорошо помогает им просто для социализации более лучшей в социуме Вулканесты и струбе 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 европейные, как Романия, Белгия и Германия. Благодаря вот этим вот проектам, всем, то есть идёт, идёт развитие. Во-первых, я хочу сказать спасибо за то, что построили дорогу вулканисту. Раньше вулканисту приехали, это была катастрофа. Но я вам скажу, что когда приезжают иностранцы, я не вижу, чтобы они сделали какие-то различия между европейскими городами наши. Значит, здесь у нас люди, здесь приём другой. Мы показываем треновал, то есть проходит рядом с вулканистой памятника Гусской битвы. Мы показываем наши виноградники, то есть красное вина, всё у нас идёт под маркой чётра. Чётра – это по-молдавски плоско, то есть деревянный сатут, с которым приглашают на свадьбы. То есть эта традиция у нас, вот вулканистах, сохраняется. У нас два подвала. Домашний подвал и это уже промышленный. Все причастны вот к этому продукту. Вот это вот мы разливали, вся семья участвовала в розливе этих вин. Здесь у нас находится музей. Пожалуйста. Скажем так, у молдаван Каса Мария, да? Я её называю Каса Мика. Здесь наши в основном фамильные вещи. Вот здесь вот во второй комнате швейная машинка моей бабушки. Вижу, у вас тут традиционный… Киртар по-гагрузски называется киртар. Вот это киртар. Но это уже бой кожи, то есть, если правильно его назвать, так. Тут, да. Это у вас уже семейный подвал? Это да. Здесь уже коллекционная вина. Коллекционная вина, начиная с 2016 года. Как вам город? Родной. Люблю. У нас очень много чего сделали, отреставрировали дорожки, тротуарчики, парки. Есть ли какие-то места, где больше проводят время молодые люди? Вот, кстати, нет. Это, наверное, проблема. Есть ли достаточно места работы в городе? Нехватка вакансий есть. Потому что многие люди уезжают за границу, детки остаются с бабушками, с дедушками или с опекунами. Поэтому есть люди, которым нуждаются в работе. Например, слышала и бухгалтера, и юристы, как бы, ищут работу по специальности. Вот для педагогов работа есть. Это у нас руководитель кружка Поповича Юлия Петровна. У нас техника торцевания. Вы можете наблюдать наши картины, образцы на стенах у нас. Детки, вам нравится? Да! Это мой один из сильных составов. Мы выезжаем в Кишинев на чемпионат Молдовы. Члены Федерации современного танца Молдовы. Я занимаюсь, как только Оксана Андреевна открыла гимнастику. Больше всего мне нравится, как Оксана Андреевна создает эти красивые картины, красивые танцы. Входишь еще в какие-то кружки? Я недавно записалась на информатику. Город находится на границе между двумя странами, Румынией и Украиной. Как эта близость ощущается? Очень многие замуж выходят, женятся тоже в соседние села, которые находятся и на Украине, и в Румынии. В Румынию ездят молодежь, посещают торговые центры, просто погуляют. На Украину раньше очень часто мы выезжали, даже за продуктами, в Болград у нас по соседству. На данный момент немножечко опасно стало ездить на Украину. Дом творчества он есть, но мне кажется, его не хватает. Я бы хотела, чтобы в городе, конечно, построился оздоровительный центр какой-то, где был бы бассейн, чтобы дети могли поплавать, чтобы занимались какими-то определенными видами спорта. Великобритания Сегодня члены мне сборной Молдавии здесь являются где-то 10 человек, в разных возрастных категориях. Взрослые приходят после работы. Да, да. Взрослые в тренировке, пол-восьмого, так начинают. Взрослые в Кaceариство намерений в Кировол и на Украине. Взрослые в Киево и на Украине, которые сейчас участвовали в Кировол. Взрослые в Киеве, которая у нас чувствует, вы знаете, как всегда говорю, спортсмен, 이건 не появляется. Всезал, когда у нее работают два, три года, он уже в душу. спортсмен что касается развития нашего города изначально конечно было селением селом размах он такой стал разрастаться когда суда именно вулкане что пришли жители города болгарии под названием коварно даже сейчас у нас в луканештах один сектор города так и называется официально коварно здесь появились задунайские колонисты в документах царского периода это так и значится кто это были значит гагавузы болгары сербы албанцы греки то есть вот задунайские поселенцы вот эти вот вот это люди национальности не интересно как вот говорили что корни исходят от болгар которые поселились сюда из города коварно но как город стал ну фактически в ста процентах гагаузский дело в том что на территории болгарии причем на море добрыжанский край там годами проживали гагаузы там их было очень много и когда вот именно вот это знаменитое присоединение бессарабии к российской империи достаточно много гагаузов тронилось в путь сюда на новые земли бессарабию год от года все уже селение начало принимать облик именно населенного пункта не разрозненные там где там домик там домик дальше по ходу истории уже если мы идем ближе сюда к современности но опять таки это уже прошлый 20 век 1941 году когда бессарабия вошла в состав советского союза наши вулканисты получили статус районного центра коллекция музея для студии ратинута луи номера песто 6400 экспонаты descоперите на разу урашу ли вулканисты Принтреа целая важная суток мастодонт камилла и элефант депадурия в периода праисторика в ассемене на музеу могут быть възуте вазы церамика и инструменты которые партин культуре неолитики гуменница город мне очень нравится наш в этом году например мы очень пострадали из-за того что мы приобрели патенты и нам хотели сделать соцфонд соцфонд конечно нам не подъемный самое главное что мы имеем кусочек работы рынок небольшой а в среднем сколько у вас покупателей покупателей ну день на день не приходится но бывает может пять-десять покупателей это ваш единственный доход помимо пенсии это я летом собираю и делаю чтобы имела на зиму чем платить газ занимала хорошие должности я и зам директора законтуры директор рынка было все куда оно делось вот сейчас на пенсии и вот моя работа что-то же хорошее происходит что у нас хорошего мы даже как-то мы живем на автоматике если говорить конкретно про город может быть есть какие-то проблемы с которыми сталкиваются на ваш взгляд так как бы проблем нет вроде бы если что-то нужно идем в примарею у нас по улице в 20 лет как люди живут там нет газа это ненормально это единственная улица из города это не единственная есть еще несколько а с водопроводом с канализацией нету водопровода у нас вода привозная привозят нам воду машинами как бы надеемся что может что-то решат как бы не уехать в место до прибыль не поняла problema педуктулу и канализации вулканещее а скучно а и с водой я думаю что проблема как бы решена но вопрос канализации вот это вот проблема до провода она как была так и осталась а потому что solutionАра астерии проблемы не будет Продолжение следует... Продолжение следует...